27 марта во всем мире отмечался Международный день театра. Своей постановке к этой дате готовили и тверские школьники, воспитанники тверских студий и кружков. Ученики школы номер 14 репетируют басню Ивана Крылова «Щука» и сцены из пьесы Евгения Шварца «Обыкновенное чудо». Подробности прямо сейчас. Для этих ребят Международный день театра – это тоже своего рода профессиональный праздник. Сейчас семиклассники репетируют пьесу «Обыкновенное чудо». Премьера состоялась в прошлом году. Тогда юные актеры представили на суд зрителей сцены из первого действия. Медведь, шутко сказать, а я такая беззащитная с этой своей волшебной покорностью. Вы не обидите меня? Дайте мне руку. Пусть меня громит, если я когда-нибудь обижу вас. Куда вы пойдете, туда я пойду. Уже 30 лет в 14-й школе дополнительное образование имеет эстетическую направленность. Уроки фольклора, ритмики, театральная деятельность. Дети вовлечены в творческий процесс с первого класса. Вот когда 30 лет назад мы начинали вот такую разветвленную сеть дополнительного образования, в основе этой сети стояли преподаватели театра. И уже по традиции так и осталось, что театральное у нас направление – это самое главное. Цель театрального творчества, конечно, не воспитание каких-то актеров театра и кино. Нет, в первую очередь мы развиваем творческие способности. Мы учим детей правильно дышать, правильно дикцией. А это репетиция учеников 9-го класса. Ребята готовятся к ежегодному конкурсу «Читаем, сочиняем, инсценируем басню». В этом году они выбрали «Щуку» Ивана Андреевича Крылова. Так, утопить ее в реке. Прекрасно! Мы даже басню стараемся подбирать так, чтобы могли многие проявить свои возможности, таланты, дарования. Поэтому на сцене и Пушкин, и Давид Самойлов, и Друнина, и Вероника Тушнова. В театральной студии не только ставят басни и классические произведения, но и читают стихи, с которыми ребята выступают на различных конкурсах. Девятиклассники занимаются по 4 часа в неделю. У тебя может быть какой-нибудь тяжелый трудный день, или вообще не быть эмоций, либо наоборот их может быть уйма. Но ты приходишь сюда и в хорошей компании со своими друзьями, с преподавателями, ты как-то душу в это вкладываешь, и по итогу тебе становится просто легко на душе и спокойно. Мы сейчас уже как одна семья, сплоченные друзья, все друг другу очень доверяем, нам очень нравится заниматься таким творческим делом. Это праздники для первых, вторых классов. Также мы в прошлых годах проводили Новый год. Было очень весело, занимательно. О ближайших творческих планах у ребят и педагогов подготовка к 75-летнему юбиле родной школы.